здравствуйте в студии снова олег хилл и это специальный выпуск который в первую очередь увидят спонсора канала которым я в очередной раз выношу свою искреннюю благодарность спасибо именно благодаря спонсорам канал продолжает существовать все остальные зрители которые сейчас смотрят этот выпуск знаете вы его получили немного позже чем спонсоры канала но в любом случае вы его тоже увидите потому что этот выпуск достоин того чтобы вы знали какие перестановки произошли в британском правительстве как вы понимаете в последнее время я часто рассказываю уже часто рассказываю о том кто же стал кто попал в кабинет министров почему часто потому что в течение последнего времени очень часто были смены в правительстве и мне приходилось обо всем этом рассказывать чтобы вы понимали от кого будет зависеть ваше дальнейшее нахождение в британии кто на вас будет влиять если вы живете в англии если вы живете где-нибудь за границей то может быть вам тоже будет интересно от кого будет зависеть внешняя политическая политическая суть англии как они будут относиться к ко всему миру поэтому давайте посмотрим кто же попал в новый кабинет министров кого назначил риши сунок он назначил свой кабинет после того как король попросил его сформировать новое правительство после лист раз которая сделала самоотвод так вот новый премьер-министр пообещал сформировать правительство из всех самых талантливых людей на фоне призывов высокопоставленных тори назначить лучших из имеющихся министров они сосредотачивать внимание на тех кто ему верен как это делали два его предшественника в итоге новый премьер-министр назначил назначил следующих людей давайте посмотрим в первую очередь это джереми хант он сохраняет свой пост канцлера и министра финансов в тот момент когда он отменил большую часть мини бюджета лист раз который как он предупредил и предупреждал сунок нанесет ущерб экономике и вот джереми хант вступивший на должность в свою должность где-то неделю назад он отменил все то что сделала лист раз господин хант считается достаточно жесткой рукой поэтому его сохранение на своем месте может быть попыткой успокоить финансовые рынки господин хант должен изложить планы по балансировке бухгалтерских книг с помощью финансового отчета в принципе на следующей неделе но вполне возможно это еще отложится именно из-за перестановок в правительстве его назначение также можно рассматривать как политическая поскольку господин хант поддерживал господина суноков в течение последних двух гонок за место премьер-министра джеймс клеверли джеймс клеверли снова назначен министром иностранных дел он первый сторонник лист раз который остался на посту при новом премьер-министре что можно рассматривать как демонстрацию единства после нескольких месяцев разногласий внутри консервативной партии когда госпожа трасс подала в отставку господин клеверли сначала поддержал возвращение бориса джонсона на высший пост но после того как джонсон отказался от своего возвращения господин клеверли выразил поддержку господину суноку заявив что он был самым опытным кандидатом на эту должность но и перейдем к следующему хоть он и поддерживал заявку бориса джонсона на пост лидера бен волос также сохранил свой пост министра обороны он был одним из немногих секретарей кабинета министров которые сохранили свою работу во время премьерства джонсона и лист раз не факт что господин волос согласиться на эту должность и останется в ней надолго поскольку господин сунок публично не не обещал тратить три процента три процента ввп на оборону к 2030 году мистер волос сказал что для него это красная черта и он уйдет если обещание лист раз не будет выполнена то есть он хочет чтобы на оборону тратилось больше Суэлла Браверман спорная кандидатура но все равно вернулась в качестве министра внутренних дел менее чем через неделю после того как она уволилась за нарушение министерского кодекса отправив секретные документы из своей личной электронной почты ее отставка произошла за день до того как госпожа трасс последовала за ней из двери номера десятого а в своем письме бывшему премьер-министру она выразила беспокойность по поводу направления правительства включая его приверженность сокращению иммиграции госпожа брейверман заняла жесткую позицию в отношении небольших лодок которые пересекают английский пролив ну или ла-манш кому как удобнее и ранее говорила что она мечтает увидеть вылет депортационных рейсов в Руанду она из правого крыла партии и не была единственным сторонником Сунака объявив о своей поддержке его поздно вечером воскресенье ее назначение рассматривается как попытка удержать все крылья партии на борту демонстрируя при этом намерение господина Сунака занять жесткую позицию в отношении миграции однако все это может вызывать недоумение учитывая характер ее отставки и прошлые противоречивые комментарии одной из самых заметных речей госпожи брейверман во время ее короткого пребывания на посту министра внутренних дел было то что она обвинила в срыве протеста в окетере питающихся тофу ну поехали дальше а простите да да Пенни Мордаунд Пенни Мордаунд на данный момент тоже она двукратная соперница господина Сунака за лидерство она пыталась попасть на кресло премьер-министра и она сохраняет свою должность лидера общин она конечно же надеялась стать премьер-министром но была вынуждена отказаться от участия в гонке в последнюю минуту в прошлый понедельник после того как не смогла получить поддержку достаточного количества депутатов в результате чего господин Сунак остался единственным человеком в этой гонке источники близкие к ней говорят что она надеялась стать министром иностранных дел так что ее назначение может стать для нее достаточно сильным ударом основная роль лидера общин заключается в организации государственного бизнеса главный политический корреспондент одной из газет сказал что она выглядит не очень счастливой из-за такого кладбища в палате общин как она сказала когда покидала 10 номер доминик раб нам знакомый назначен заместителем премьер-министра и министром юстиции верному стороннику господина Сунака вернули его прежние должности которые он занимал при борисе джонсоне когда бывший премьер-министр находился в больнице с ковидом именно господин раб управлял страной однако в сентябре прошлого года он был понижен в должности с министра иностранных дел до министра юстиции из-за критики его поведения при выводе войск из афганистана во время президентской гонки за место господина джонсона господин раб назвал налоговые планы госпожи трасс электоральным самоубийством поэтому неудивительно что он вернулся на задний план во время ее премьерства ну и теперь же когда он вернулся на свой прежний пост одной из самых насущных задач с которыми он сталкивается является сокращение отставания в судах тоже нам знакомое лицо Гранд Шапс который должен был заменить госпожу Бреверман на посту министра внутренних дел 6 дней назад он был назначен министром по вопросам бизнеса и энергетики союзник Сунака имеет опыт работы в кабинете министров он работал как вы помните министром транспорта при Борисе Джонсоне ну и вот такая перестановочка теперь ну а Майкл Гофф тоже из бывших можно так сказать получил свою старую должность секретаря по повышению уровня через три месяца после того как его уволил Борис Джонсон господин Гофф был одним из первых членов кабинета министров который размахивал ножом когда поддержка господина Джонсона рухнула еще в июле он больше всех говорил как раз чтобы Джонсон ушел его возвращение могло быть тактическим ходом господина Сунака поскольку господин Гофф не стеснялся критиковать правительство с задних рядов Стив Барклей был назначен министром здравоохранения вместо Терезы Кофи он был секретарем Брексита при Терезе Мэй а летом занимал должность министра здравоохранения во временном кабинете Джонсона но остается надеяться что он будет на своей позиции лучше чем Тереза госпожа Кофи подруга и соратница Ли Страс которая до сегодняшнего дня была заместителем премьер-министра и министром здравоохранения она была назначена министром окружающей среды вот мы ее видим она теперь занимается окружающей средой вместо министерства здравоохранения ну а Джиллиан Киган становится госсекретарем по вопросам образования и является пятым человеком который занимает эту должность чуть более чем за год после уволения Гевина Уильямса в сентябре прошлого года его тогда заменили Надхим Захави затем Мишель Донелан которая ушла после 36 часов работы во время массового исхода из правительства Бориса Джонсона ее заменили Джеймс Клеверли нынешний министр иностранных дел и Кильд Мальтхаус который ранее сегодня оставил свой пост в правительстве это первая должность госпожи Киган в кабинете министров при господине Джонсоне она была заместителем парламентского секретаря по вопросам ученичества и остальных навыков тогда она была министром по уходу и психическому здоровью в министерстве здравоохранения а госпожа Трас стала заместителем парламентского секретаря по Африке Кеми Баденакс бывший кандидат в лидеры тоже метила на кресло премьер-министра она повторно назначена министром международной торговли она также является министром по делам женщины и равноправия но не удивительно госпожа Баденакс член парламента от Сафран Волден впервые получила пост в кабинете министров от Ли Страс Саймон Харт был назначен главным кнутом есть такая должность он следит за порядком в парламенте он популярный член партии бывший секретарь из Уэлса который хорошо общается и это естественно для такой работы главный кнут отвечает за партийную дисциплину указывая депутатам-консерваторам как они должны голосовать по определенным вопросам интересная позиция главный кнут напоминает такого карабаса-барабаса с плеткой и семихвосткой Мэл Страйт был назначен в кабинет министров министров труда и пенсий возможно это не удивительно после того как летом он провел кампанию Риши Сунака в борьбе за лидерство в партии Тори господин Страйт сыграл важную роль в том чтобы прогноз управления по бюджетной ответственности соответствующим планам расходов госпожи Трас после потрясений вызванных ее мини-бюджетом и призвал к увеличению пособий в соответствии с инфляцией но тоже возможно человек на своем месте Надхим Захаве вы его помните он назначен председателем консервативной партии некоторое время он был канцлером при Борисе Джонсона после того как Сунак ушел в отставку и как известно призывал господина Джонсона уйти в отставку всего через несколько дней после того как он сам принял должность в высшем кабинете министров также он был министром по вакцинам если вы помните и министром образования при Борисе Джонсоне и стал канцлером герцогства Ланкастер при госпоже Трас его назначение на пост председателя может стать неожиданностью поскольку он поддерживал возвращение Джонсона на пост премьер-министра во время последней гонки за лидерство всего через несколько недель после того как сам призывал Джонсона уйти но после того как Джонсон снялся с гонки он выразил поддержку господину Сунаку в новой роли он будет присутствовать на заседаниях кабинета министров но у него не будет своего собственного отдела ну просто такой запасной человек на всякий случай Мишель Доналан это верный сторонник Сунака она сохранила свою должность секретаря по цифровым технологиям культуре, средствам массовой информации и спорту депутат Чиппенхэма получил эту работу от госпожи Трасс после того как сменила на Дин Дорис которую назначал Джонсон ранее она давала понять что может отменить госпожи Дорис по приватизации канала 4 заявив что это дело будет пересматриваться госпожа Доналан которая стала депутатом вместе с господином Сунаком в 2015 году два дня была министром образования при господине Джонсоне он назначил ее после волны отставок кабинета министров в июле но она уволилась поскольку по ее словам Джонсон поставил всех министров в безысходное положение до этого она была правительственным кнутом заместителем парламентского секретаря по делам детей затем министром университетов прежде чем стать министром высшего дополнительного образования где она работала в кабинете министров вот эти перестановки вы понимаете кто на какой позиции чем раньше занимался поэтому здесь все так и происходит Крис Хитон Харрис вновь назначен секретарем по Северной Ирландии впервые он был назначен на эту роль госпожой Трасс в начале сентября у него один из самых сложных портфелей учитывая крах исполнительной власти в Северной Ирландии где вскоре могут начаться новые выборы и споры с Европейским Союзом по поводу торговых соглашений после Брексита ему не позавидуешь но в принципе для нас это тоже новое лицо посмотрим что будет дальше может быть он будет на своем месте Алистер Джек сохраняет свою должность секретаря по Шотландии которой он занимает с июля 2019 года Дэвид Т.С. Дэвис министр Уэльса с 2019 года был назначен секретарем Уэльса сменив Роберта Бакленда который ушел в отставку во вторник утром господин Дэвис член парламента от Монмунта с 2005 года он возглавлял комитет под Йолом Уэльса с 2010 по 2019 год ближайший политический друг господина Сунака Оливер Дауден становится канцлером герцогства Ланкастер он будет ушами и глазами Сунака в кабинете министров который поддерживает премьер министр и кабинет а также обеспечивает эффективное управление правительством Ранее в этом году он ушел с поста председателя партии после катастрофического двойного поражения на дополнительных выборах при Борисе Джонсоне Ну вот в принципе те 20 человек которые составляют наше правительство на данный момент есть еще более мелкие должности которые я не упомянул но думаю что это уже будет лишним надеюсь что эта информация для вас полезна просто запомните эти фамилии и лица эти люди будут принимать важные для страны и для нас решения в ближайшее время ну именно в то время пока продержится Сунак на своем месте а сколько он продержится ну это не известно никому поэтому я просто с вами прощаюсь желаю вам хорошего дня и не забывайте что быть спонсором канала новостей это круто спасибо вам всего доброго спасибо спасибо Продолжение следует...